Уважаемые коллеги, добрый день. И вместе с вами подумать о том, как совершенствовать нашу работу с тем, чтобы добиваться поставленных ориентиров. Хочу подчеркнуть главное. Оценивать качество реализации этих указов нужно, конечно, не по числу принятых решений, документов, планов и даже законов, а по тому, как меняется жизнь наших граждан, насколько улучшаются условия ведения бизнеса, изменилось ли состояние социальных отраслей и так далее. Начну с одной из ключевых сфер – это демография. В прошлом году в нашей стране вновь зафиксирован естественный прирост населения. Выросла рождаемость. В российских семьях появляется всё больше вторых и третьих детей. Так называемый суммарный коэффициент рождаемости уже практически достиг целевого показателя, установленного на 2018 год. Благодаря созданию современных перинатальных центров мы добились снижения младенческой смертности, вышли на минимальный уровень за всю историю страны. Это действительно достижение, большое достижение, учитывая, что с 2012 года наши врачи выхаживают детей с экстремально низкой массой тела. На протяжении почти 10 лет показатели смертности населения последовательно снижались. Впервые в мировом рейтинге здравоохранения Россия признана благополучной страной. Средняя продолжительность жизни составила почти 71 год, 70,93 сотых. Что хотел бы отметить в этой связи? Во-первых, мы с вами хорошо знаем, что в связи с так называемой демографической ямой 90-х годов число женщин репродуктивного возраста у нас по объективным обстоятельствам снижается. Ну, от этого никуда не деться. Поэтому я ещё к этому и вернусь, но просил бы соответствующие службы и Минздрав, и соответствующие статистические наши службы иметь в виду и давать нам чистые показатели, которые бы показывали не просто количество рождённых детей, а привязывали бы это к структуре населения и к возрастным группам, потому что только так мы с вами сможем определить качество нашей работы. Вот на демографические ямы, скажем, 90-х годов мы повлиять уже никак не сможем, но повысить качество мы должны. И здесь тоже есть проблема, об этом ещё скажу позже. Что ещё хотел бы отметить? В последние месяцы показатель смертности стабилизировался, но, к сожалению, даже немного вырос. В чём причины? Увеличение продолжительности жизни изменило так называемую структуру населения, о чём я уже упоминал. Выросла доля граждан пожилого возраста. По расчётам специалистов, это оказало непосредственное влияние на динамику смертности. Естественно, что люди пожилого возраста из жизни уходят гораздо чаще, чем молодые люди, люди трудоспособного возраста. Там разница в разы. Я просил бы Министерство здравоохранения внимательно эту ситуацию отслеживать. Подчеркну, чтобы восполнить демографические изменения, ответить на возникающие вызовы, следует принимать дополнительные усилия по снижению смертности. Продолжать программы поддержки рождаемости. Сбережение нации было и остаётся нашей ключевой задачей, решением которой должны заниматься все уровни власти. Особую роль в сохранении позитивных демографических тенденций должна сыграть социальная сфера. Здесь многое сделано для увеличения кадрового потенциала, улучшения качества услуг здравоохранения, образования, социального обслуживания. В целом статус, уровень жизни специалистов, занятых в этих важнейших областях, вырос. Работа врача, учителя становится престижной и привлекательной. Считаю необходимым отметить значительную роль субъекта Федерации в практической реализации принимаемых решений. Подавляющее число регионов обеспечило рост заработных плат врачей, педагогических работников, преподавателей вузов до среднего уровня по экономике. Сократилось число неэффективных организаций, не способных обеспечить надлежащее качество услуг для граждан. Проделана большая работа, иногда и болезненная работа, но необходимая. Вместе с тем, хотел бы вот на что, уважаемые коллеги, обратить внимание. Нельзя прикрываться только тем, что мы делаем нужные вещи. Нужно делать их ещё и с умом. Хотел бы как раз об этом и сказать, и обратить на это внимание. Министерств, ведомств, регионов недопустимо, когда снижается доступность важнейших социальных услуг, когда под видом оптимизации механически сокращаются койки, фельдшерско-акушерские пункты, подстанции скорой помощи, учреждения культуры, организации дополнительного образования детей. Необходимо осуществить жёсткий контроль за ходом оптимизации бюджетных учреждений, особенно в удалённых районах, особенно в сельской местности. Тема очень серьёзная, и обращаю, уважаемые коллеги, ваше внимание на это. Прошу счётную полоту подготовить подробный доклад о доступности социальных услуг для населения. Обсудим этот вопрос на одном из совещаний с членами правительства. Следующая тема – это развитие дошкольного образования. Здесь сделаны серьёзные шаги, надо сказать. За три года введено более одного миллиона мест в детских садах. Уже в следующем году практически во всех регионах страны дети в возрасте от 3 до 7 лет должны быть обеспечены местами в дошкольных учреждениях. Важно не просто построить саму коробку зданий. Этого мало. Нужно обеспечить комфортные условия пребывания детей и достойный уровень образования. Подготовить их к школе. Именно поэтому необходимо особое внимание уделить профессиональной подготовке педагогов, воспитателей, всех специалистов, работающих в системе дошкольного образования. Одновременно у каждой семьи должна быть возможность записать своего ребёнка в детский сад с помощью интернета. Мы об этом с вами тоже говорили неоднократно. Механизм электронной очереди нужно сделать понятным, прозрачным, чтобы он гарантировал место в детском саду. Прошу министра образования и науки сегодня доложить нам, как организована работа по развитию дошкольного образования, как работает вот эта самая электронная очередь, о которой я только что сказал. Хотел бы в целом отметить позитивные перемены в сфере образования. Более объективным становится механизм единого государственного экзамена. Конечно, дискуссия в обществе ещё продолжается по этому вопросу. Не будем здесь окончательно точку ставить, но всё-таки позитивные движения тоже есть. Формируется система поддержки талантливых детей. Растёт международный авторитет ведущих отечественных университетов. Наша высшая школа последовательно избавляется от так называемых псевдо-вузов. У нас есть хорошие заделы и по другим направлениям. В настоящее время уже действует 1823 многофункциональных центра. За счёт этого уже 64% наших граждан имеют возможность получать наиболее востребованные услуги по принципу одного окна. Рассчитываю, что к концу текущего года работа по созданию МФЦ будет в целом завершена. Постепенно решаются вопросы трудоустройства инвалидов, создания для них специальных рабочих мест. Хотя мы сами знаем, что здесь ещё работа, что называется «Непочатая края», очень сложно и очень медленно решаются эти вопросы. Хотя и часть мер реализуются по поддержке детей с ограниченными возможностями по здоровью, да и взрослых тоже. Заработала программа переселения из аварийного жилья, а точнее продолжает работать. Восстановили мы её. Большинство регионов с этой задачей справляются. Отмечу, что ощутимые успехи есть под тем направлением, где задачи, обозначенные в указах, стали реальным приоритетом для органов власти всех уровней, где федеральные центры и регионы действуют сообща, вместе добиваются поставленных целей, опираются на поддержку общества. Важно, чтобы все начатые преобразования были продолжены, приобрели по-настоящему системный характер, чтобы граждане страны чувствовали позитивные изменения во всех сферах. И ещё. Ключевым фактором движения вперёд, конечно, является гражданская позиция, инициатива людей. Активную роль в реализации намеченных планов играют деловые объединения, активисты Общероссийского народного фронта. Зачастую они буквально заставляют, к сожалению, чиновников добиваться практических результатов, быстрее принимать необходимые обществу и стране решения, осуществляют настоящий народный контроль, мониторинг за исполнением задач, поставленных в указах. Рассчитываю, что участие граждан в нашей общей работе будет расширяться, тем более, что с текущего года начнётся внедрение системы независимой оценки качества услуг в социальной сфере, имея в виду больницы, поликлиники, школы, детские сады. Это должно стать серьёзным стимулом для развития всей социальной сферы России. Уважаемые коллеги, в майских указах обозначены стратегические цели нашего развития. Их достижение призвано обеспечить динамичное развитие и самодостаточность страны, благополучие граждан России. Это самый весомый ответ на вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Трудности текущего этапа должны стать дополнительным стимулом для поиска резервов и нестандартных решений для более рачительного, акцентированного использования средств. Вместе с тем, указы формировались, конечно же, в другой экономической и внешнеполитической ситуации. Мы с вами прекрасно это понимаем, должны понимать и, естественно, должны учитывать это обстоятельство. Сейчас мы действуем в условиях ряда ограничений. Возможно, для решения некоторых задач в силу объективных обстоятельств необходимо и больше времени. Но, повторяю ещё, самое важное, резервы надо искать, они у нас есть. Сразу хочу подчеркнуть, по тем направлениям, где достигнуты целевые показатели, например, по заработным платам, мы обязаны эту планку держать. Никакого отката назад быть не должно. Понятно, что в текущих условиях у отдельных руководителей и на местах, и на федеральном уровне есть большой соблазн минимизировать задачи. Или вообще объяснить свою собственную неэффективность тем, что ситуация изменилась, и таким образом себя ответственность снять. В этой связи хочу отметить следующее. Мы действительно многое сделали, но по ряду направлений ощутимых результатов пока недостаточно. И виноваты здесь чаще всего не какие-то внешние условия, хотя они тоже есть, и тоже это объективный фактор. Но, как правило, это внутренние проблемы. Порой живая работа сводится к написанию планов, инструкций. За ними нет понимания реальной ситуации на местах, нет желания доводить дело до конца, добиваться практических результатов. И вновь обращаю внимание, указы подписаны три года назад. Нужно отчитываться, ещё раз говорю об этом, не о планах, а о реальных изменениях в жизни людей, в жизни общества. Так мы по-прежнему не можем задействовать ключевой резерв развития экономики, имея в виду рост производительности труда. По итогам 2014 года он составил всего полпроцента, а по итогам первого квартала текущего года показатель вообще ушёл в минус. Мы с вами понимаем, что это вообще ключевая вещь. От этого зависит всё. И развитие экономики, и обеспечение темпов её роста необходимых, и в конечном итоге решение социальных задач. Напомню, поставлена задача к 2018 году увеличить производительность труда в полтора раза относительно уровня 2011 года. Это значит, что ежегодно она должна расти не менее чем на 6%. Понятно, что хочется, как я уже говорил, сослаться на кризис, на инвестиционный спад. В этой связи приведу пример обрабатывающих отраслей промышленности. А они, испытывая давление внешних факторов, тем не менее добиваются конкретных положительных достаточно весомых результатов. Здесь на крупных и средних предприятиях производительность труда выросла на 5,3%. То есть мы почти достигли того уровня, который обозначили в качестве целевого. В тех сферах, где не ссылаются на трудности, а стараются решать задачи, удалось выйти и на двузначные цифры роста производительности труда. По десяти крупнейшим предприятиям ОПК рост производительности труда превысил 20%. Ну, конечно, у нас и программа действует, поддержки и переоснащение ОПК, в которой мы деньги заложили приличнее, там, на почти 3 триллиона. Но это не значит, что в гражданских отраслях у нас нет резервов и нет возможности обеспечивать соответствующую нужную нам динамику. Почему не удается выйти на устойчивый темп роста производительности труда по всей экономике? В том числе потому, что до сих пор не заработали действенные стимулы для бизнеса. Нужно их обновлять, ликвидировать устаревшие всякие механизмы, которые мешают развиваться. Нужно создавать новые высокотехнологичные рабочие места, о чём мы много раз говорили, избавляться от архаичного оборудования. Отмечу также, что в указах была поставлена задача поддержать средний бизнес, создать условия для инвестиций в новые производства. Но ряд решений так и остался, к сожалению, на бумаге. Речь в том числе идёт о предоставлении госгарантий по кредитам. В условиях объективного ограничения финансовых ресурсов не сделаны важнейшие шаги, призванные обеспечить эффективное расходование бюджетных средств. Так, использование механизма технологического и ценового аудита инвестиционных проектов, реализуемых за счёт государственных средств, всё ещё носит единичный формальный характер, причём никакой реальной экономии средств пока не даёт. Далее. Сегодняшняя ситуация требует выверенных и быстрых мер государственного реагирования. В этой связи я хотел бы затронуть проблему и лекарственного обеспечения. Здесь есть серьёзные проблемы, и это показала прямая телевизионная линия с гражданами. Министр здравоохранения докладывал, что правительство своевременно выделило необходимые ресурсы, сколько там, 16 миллиардов ещё дополнительно, но министерство даже не хочет их брать из Минфина, потому что считает, что все лекарственные препараты, необходимые и входящие в эту категорию, уже имеются в наличии. Но вопрос возникает, а почему до людей-то они не доходят? Люди, которые имеют право бесплатно получить жизненно важные препараты, вынуждены неделями ждать, когда нужное лекарство поступит в аптеки. Приведу некоторые цифры. По данным Общероссийского народного фронта, более половины льготников отмечают, что необходимые лекарства не всегда бывают в аптеках, и приходится их ждать, искать или дополнительно заказывать. Я прошу министра здравоохранения сегодня подробно рассказать о том, что сделано в самое последнее время. Я знаю, что вы планируете определённые шаги в этом направлении, и что нужно сделать в ближайшее время. И ещё одна важная тема, на которой я хотел бы остановиться отдельно. В указах поставлена задача снизить смертность от дорожно-транспортных происшествий. За счёт активных, целенаправленных усилий правительства и регионов в 2007-2009 годах, в том числе в рамках нацпроектов, удалось существенно изменить ситуацию к лучшему. Но в последнее время серьёзных сдвигов нет, смертность от ДТП не снижается. Конечно, отсутствие положительной динамики можно объяснить тем, что существенно вырос парк автомобилей за три года на 20%. Но это прежде всего означает, что надо предпринимать дополнительные усилия для снижения смертности на дорогах от ДТП. И прошу правительства серьёзно заняться этой проблемой. Считаю также необходимым вынести этот вопрос на заседание Государственного совета. Совместно с губернаторами, руководителями политических партий выработать дополнительные меры по снижению смертности от ДТП. И прежде чем мы перейдём к дальнейшей работе, я хотел бы вновь повторить. Всё, что мы обещали людям, обязательства, которые брали на себя, мы должны исполнять. Мы должны стремиться к исполнению всего, о чём договорились. Я уже сказал, и хочу ещё раз подчеркнуть, понятно, что ситуация меняется, но не меняется, изменилась. Понятно, что указы писались и готовились и принимались в другой экономической и внешнеэкономической ситуации. И, конечно, мы должны сделать поправку. Но я вот это уже говорил, хочу ещё раз повторить. Всё равно мы должны будем это сделать. Если тактически нужно что-то сделать, перенести, тогда нужно прямо и ясно об этом сказать, объяснить, что и как, почему это происходит. И сказать, что будет сделано в ближайшее время, как будет сделано и когда, и какие показатели будут достигнуты. Давайте поговорим об этом поподробнее. Да, ну и, конечно, формально нельзя подходить. Вот я уже говорил о оптимизации, скажем, сети в здравоохранении. Но в некоторых у нас субъектах, на селе, там вообще количество фабов не увеличилось, а уменьшилось. Это вообще недопустимо. Просто коллеги идут просто по пути наименьшего сопротивления. Надо показать, что оптимизировали сеть. Взяли то, что полегче, почикали там и всё. А как людям жить, как им получать элементарную медицинскую помощь, об этом никто и не думает. Ну, давайте поговорим поподробнее.